Без золота шанс даже теоретически в игре чемпионат Динамо потеряла в выездной игре против смены из Комсомольска на Амуре. Команда Сергея Шишкина уступила с минимальным счетом 2-1. Уже на четвертой минуте хозяева вышли вперед. Правда, счет продержался недолго. Динамовцы сумели вернуться в игру благодаря точному удару Александра Худякова. После этого остались в меньшинстве и во втором тайме пропустили второй мяч. В итоге Сахалин чемпион. Динамо еще предстоит побороться за призовое место. Скорее всего, после этого сезона пост президента клуба покинет Виктор Сигарев. Главный трофей российского хоккея смогут увидеть жители Алтая. Уроженец Бийска и чемпион страны в составе Акбарса Никита Лямкин планирует привезти кубок Гагарина в родной край. Примерная дата визита – начало июня. Место встречи в Барнауле – дворец зрелища спорта. Трофей будет выставлен на всеобщее обозрение. На следующий день хоккеист намерен привезти кубок в Наукоград. Никита начал заниматься хоккеем в Бийске, затем переехал в Новокузнецк. Последний сезон защищал цвета казанского Акбарса. Вслед за Лямкиным еще один барнаулец заставил российскую прессу говорить о Северии, чь идет о футболисте Александре Соболеве. Игрок стал лучшим по итогам апреля в футбольной национальной лиге. В пяти матчах форвард, который выступает за самарские крылья Советов, забил пять мячей вместе с командой и завоевал путевку в высшую футбольную лигу страны. Соболев, воспитанник барнаульского «Динамо», позже перешел в Томскую Томь, а затем в крылья Советов. Кирилл Политов, Наши Новости.